Я вот сейчас приехал с поселения одной дамочки, которой мне не удалось поселить по причине того, что она решила, что она такая вся очень умная, хитро сделанная, извините меня за выражение, и решила, что она всех обманет, обведет вокруг пальца, а сама поехала ночевать сейчас в хостел вместе со всей своей семьей, которую она укрыла, не сказала, что она у нее есть, они только приехали, да, в процессе общения, предыдущего общения, много было разговоров о ценах, много было разговоров о коммунальных, и в итоге так, человек не сказал, какой состав семьи, в итоге, когда мы приехали, и дошло до того, что надо подписывать договор, коммунальные были рассчитаны на количество проживающих, естественно, выросла цена, естественно, умная женщина не была к этому готова, у нее не хватило с собой денег, соответственно, на кауцию, которая выросла, естественно, прямо пропорционально, вот, она была в шоке, что цена изменена не по моей воле, потому что цену же устанавливаю не я, я только помогаю вам поселиться, найти жилье, куда вас вообще возьмут, потому что сейчас, я не знаю, кто в курсе, кто знает, тот подтвердит и в комментариях напишет, украинцев тупо не хотят поселять, это большая сейчас проблема, кто живет, держитесь своих квартир, потому что если вы из них выселитесь, если у вас закончится умово найму, поверьте, это будет большая проблема найти новое жилье, уверяю вас, я сейчас, у меня сейчас есть около пяти семей, которые я просто не могу поселить в меру их специфических запросов, и отсутствие, отсутствие таких предложений на рынке, те предложения, которые на рынке есть, им просто не подходят, или по причине цены, или по причине удаленности от района, который они хотят, или там еще с животными тоже есть огромная проблема, Поэтому, ребята, цените работу риэлторов, вообще прислушивайтесь о том, что я вам говорю, и что вам говорят другие, не пытайтесь мудрить, Польша, это вам не Украина, тут нельзя договориться, тут нельзя сказать так, как вы хотите, а на самом деле сделать по-другому, Вас тут же выселят, и у вас будут большие потом проблемы, будьте открыты, будьте откровенны, просите и говорите то, что вам нужно, и тогда я или другие люди, которые работают в этой профессии, они вам реально помогут, подскажут, да, вы за это заплатите, но вы будете жить, и вы будете нормально ходить на работу и зарабатывать, А если вы будете заниматься вот такой вот ерундой, как вот сейчас человек, с которым я имел, к сожалению, потерянное время, да, то просто к кому она обратится? Вот, например, в Люблине, но я не знаю еще, к кому она обратится, она ни слова не знает, кроме слова джинькуя и дозабачения, она не говорит на польском, понимаете? Вот, английского у нее тоже практически нет, человек обречен, она вынуждена поедет просто в другой город поселяться, понимаете? Вот, а я с ней работать уже больше не хочу просто, просто не хочу, потому что человек поступил недобросовестно, вот, в общем, сегодня немножко такие вот советы для вас, Может быть, в виде небольших эмоций, может быть, в виде сожаления, потому что я приезжаю к вам, чтобы вам помочь, чтобы вас поселить, уговариваю хозяевов, которые не хотят брать иностранцев, Я сейчас не говорю там украинцев или других жителей, представителей других стран, иностранцев они не хотят брать, в принципе, и особенно на фоне последних политических событий не хотят брать в том числе и украинцев Поэтому, ребята, пробуйте или старайтесь быть вежливее, пишите в комментариях, друзья, у кого были тоже проблемы с поселениями, вот, как вы их порешали И тоже вот, кстати, тоже вспомнил, видео будет длинное, ну ладно, черт с ним, значит, тоже вот мне часто пишут, вот я в OLX, там на OLX видел там цены 1300-1500 Друзья мои, пользуйтесь переводчиком для начала и помните, что цены указаны только те, которые хозяин хочет получать себе на руки А к этой цене еще идут коммунальные, которые рассчитываются на количество жильцов, не забывайте, если вы приезжаете в составе 4-5, иногда даже больше количества людей, то эта цена никак не будет 1500 Это первое, а второе, если вас больше, чем 4 человека, вас вообще не будут туда брать, поэтому для вас этих цен нет даже И не смотрите на них, и не звоните мне, и не пишите, что вот там я видел такую вот цену Да, эта цена есть, но она не для вас, она для студента, для студента, тогда вот будет такая цена Вот, на этом все, всем добра и спокойной ночи, учитывая позднее время Субтитры создавал DimaTorzok